В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 8 том, вопрос 2135. Человеку свойственен грех человекоугодия, взирания на лица. Редко кто решается идти против общеприятного, хотя и неверного уклада церковной жизни. А как поступали святые, видя противоречия истине? Им-то легче было поставить запраду. У них ни семьи, ни должности не было. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. На расстоянии видится это более четко. И не в пользу святых, или так называемых, может быть, святых. Много они делали в угоду правителям, тем более патриарху и синоду. Может быть, уродовали свою душу этим, и потом думали, что они делают все добровольно. Что они именно так и понимают, как делают. А в действительности они сжимали в узелок неповторимую свою личность. И не смогли подняться, дотянуться до ступени, на которой распростерся непокоривый пророк Михей, сын Иимблая. 2 Паралепоменон, 18 глава, 13 стих. И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я. Они так и не смогли получить сертификат с пророком Иеремией. Иеремия, 1 глава, 10 стих. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Обличать всех, кто не прав, будь то ахав или пронырливая до церковных дел и до государственных назначений и из-за вель. До этой кафедры не дотянулись ни Серафим Саровский, ни Иоанн Кроштадтский. В России был таким только митрополит Филипп и отец Григорий Петров и, может быть, монах Авель еще. Но из того насильно вытягивали признание. Чего уж проще было Серафиму ответить о Троеперстии, что эта новизна Никонова вредна и пагубна для страны. А он так был научен, будучи еще Прошкой Мошниным. А потом и не исследовал, что Троеперстие и есть то, что освящено семью столетиями сонном святых двуперстников. Но Серафимушка гнул уже под власть тогдашнего и ни словом нигде их не обличал, а уже видно было, что Крошение не за горами. Вот он и заложил фундамент сергианства, угодничества властям, хотя бы и молчанием. Что же он молчал-то, да зашифровал на столетие вперед? Готовите ли сам свой почет сверхбожеств божеский? Ему это нужно было сегодня или тогда? И приписывают ему или действительно он говорил о своем воскресении до пришествия Христова, о канавке, непереходимой антихристом и о прочих ненужных мелочах? Иезекиев 14.9 А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я просторну у него руку мою и истреблю его из народа моего. Малахия 3.7 «Со дней отцов ваших вы ступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Савов. Серафим Саровский. 2 января. Кавычки открыты. Благодатный старец спросил больную, верует ли она ныне в Матерь нашу, Святую Православную Церковь, и на утвердительный ответ приказал больной перекреститься тройперстным сложением.